Сегодня у меня будет две лекции, и сегодняшний план это, собственно, то, что мы не успели вчера доделать. Что мы не успели вчера? Но я анонсировал, что мы проговорим про ускоренный метод более подробно, то есть с выводом, и сделаем это в варианте, который предложил Нестеров вот этим летом. Прямодовольственность обсудим. Это как минимум. Но, конечно, мне бы хотелось сегодня еще успеть рассказать про схему Тихонова, про регуляризацию, и какой-то пример на прямодовольственность тоже разобрать. В каком объеме и что мы еще успеем, я не знаю, но это как минимум задача минимум надо воспринимать. В принципе, много из того, что я буду говорить, так или иначе, уже известно, если вы уже какой-то такой курс смотрели. Но будут какие-то новые вещи, вот в частности с изложением схемы Нестеров, потому что там будет ускоренный метод вспомогать на оптимизации. Это ускоряет его сходимость. Вот. И будет изложение схемы Тихонова в другом варианте, чем я до этого рассказывал. Ну и прямодовольственность я изложу немножко тоже по-другому. Вот. Ну и да, я тут вспомнил, что я говорил на второй лекции, которая была в понедельник. Я вспомнил, что я говорил, что метод Вайды или метод, который оптимальный, или Исид Фордогонга, он использует там на каждом шаге, ну там шаг типа Ньютона. То есть получается, что этот метод не первого порядка. Это не так. Это метод первого порядка, потому что с точки зрения градиента целевого функционала, он считает градиент только целевого функционала, а ньютоновский шаг применяется к вспомогательной задаче. То есть там как бы другой функционал, то есть мы используем информацию второго порядка, не о функции. Ну так, это тонкости, я сейчас не буду в это уходить, это на всякий случай. Значит, начнем мы вот с чего. И тоже это раньше я особо про это не рассказывал. Начнем мы с того, что я покажу, как результаты, которые до этого приводились, например, вчера, ну то есть на прошлой лекции, можно обобщить, распространить на общую схему, там где уже есть какие-то множества. Я не буду доказывать ничего, но приведу вот результат такой общий. Значит, мы продолжаем. Лекция 4 сейчас. Лекция 4. И тема этой лекции, значит, градиентный спуск, быстрый градиентный спуск. Градиентный спуск. Быстрый градиентный спуск. И прямо отбросность. Все это, как бы, этих методов. Прямо отбойственность. Двойственность этих методов. Вот такая тема. Значит, напомню. Мы решали задачу f от x минимум. Но решали дело на все множестве. Ну вот, как так было проще нам что-то вводить. Но, в общем-то, в общем-то, можно задачу заменить и сказать, что мы решаем вот эту задачу на множестве каком-то выпуклое множестве. Давайте введем функцию v от x, которую мы в прошлый раз брали в простейшем виде. Вот так мы ее брали. Точнее, функцию двух аргументов. v от y к x. v от y к x. Мы ее брали вчера. Вот так. y минус x в квадрате 2 нормы. Сейчас я поясню, где эта функция возникала. Ну, это та самая функция Липунова. Вот. И у нас она была квадратичная. И мы в качестве x брали x в звезду, а y это текущая точка. Вот порождается всегда такая функция в общем подходе вот таким образом, что v от x равняется d от y. d это некоторая другая функция. d от x минус каярное произведение. d от x и y минус x. Называется дивергенция Брегмана. Дивергенция, дивергенция Брегмана. Функция d от x считается достаточно хорошей. Брегмана наш соотечественник. 60-й год предложил такую функцию. Значит, если d от x равняется 1, 2 x в квадрате, то мы получаем то, с чем мы уже работали. Вот эту штуку мы получаем. В общем случае это совершенно не обязательно. Относительно d от x надо предполагать выпуклость. Вот. Ну, в общем-то, больше ничего не обязательно предполагать. Ну, точнее говоря, в зависимости от того, что мы хотим, что-то еще, может быть, надо предполагать. Но пока вот особо ничего не будем предполагать. Значит, у нас был шаг, который мы записывали вот таким образом. Шаг радиентного метода. xk плюс 1 равняется арг-минимум. Арг-минимум. По x это належит и равен. И дальше у нас, ну, в зависимости от того, что мы делали. Градиентный у нас спуск, или субградиентный спуск. Мы строили модель. Ну, я могу, конечно, писать f от xk. Могу не писать. Это не влияет на значение арг-минимума, потому что я беру именно арг-минимум. Плюс скалярное произведение f от xk. Мне даже будет удобнее это не писать. То есть это можно выписать. Значит, скалярное произведение данной доски, конечно, так себе. Значит, минус xk плюс... И тут стоял h. Тут стоял некий h. Шаг, размер шага. И вот здесь стояла та самая функция. А вот это v от x, xk. Но тут у нас это был конкретный случай. Вот у нас была такая запись. И поскольку у нас был конкретный вот такой вид этой функции, то мы могли написать, что это равно xk, и тут все пространство было, минус h на градиентах от xk. Ну и дальше мы говорили, что если у нас метод функции негладкая, если функция негладкая, то мы брали шаг h равняется ε на m в квадрате, ну если он не адаптивном варианте, где m в квадрате, где m... Ну давайте так, например, m в квадрате равняется, вот, например, вот так, максимум... Где это я, что ты, xk? Ну, мы брали их иглу норму. Вот. Вот если у нас функция гладкая... Гладкая, значит, негладкая, это просто m Липшицева. m Липшицева. А гладкая подразумевается l Липшицев-градиент. Вот что значит гладкая. Липшицев-градиент. То есть вот здесь предполагали... Не обязательно существует градиент, просто функция Липшицева. Градиент может не существовать. Но тогда в этом случае мы брали h равняется ε на l. Ну и были порядки скорости сходимости, которые говорили, что вот такого типа процедура сходится в зависимости от того, какой случай. Вот так сходится. Что вот здесь мы получали f от x черту n. x черту n – это среднеоригметическая траектория. Меньше либо равнялось m, r на корень из n. Ну а здесь было, соответственно, fx черту n – f от x звезды. Но на самом деле мы брали единицы на 2L. Вот. И в этом случае, если брать конкретно вчерашнюю лекцию, было 2L в квадрате на n. Но если брать единицы на l, если более аккуратно проводить рассуждение, можно показать, что вот так. Такую оценку можно получить. Вот. И вот такого типа результат. Значит, r, напомню, это в обоих случаях, r в квадрате – это расстояние от точки старта до решения. Если решение не единственное, то до ближайшего. Поэтому в точке старта это было видно из рассуждения. Вот возникает вопрос, естественный вполне. Что надо сделать, чтобы обобщить этот результат на случай, когда здесь q? Потому что все, что мы вчера выводили, мы делали в случае r. Давайте посмотрим, вообще, что такое гладкость. Вот. 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 Вот гладкость у нас была до сих пор вот так вот. Дельта f от y минус дельта f от x. Это норма разности градиентов меньше, либо равняется l y минус x. Ну и по факту мы пользовались этим вот таким образом. f от y меньше, либо равняется f от x плюс скалярное произведение f от x на y минус x плюс l пополам. y минус x два норма в квадрате. То есть фактически нам только вот это было нужно о гладкости. Нам это было не нужно. Мы только использовали вот этот факт. Итак, давайте попробуем обобщить вот эту конструкцию, которая сейчас... Ну то есть, что мы хотим сделать? Мы хотим распространить вот оба подхода на задачи вот на множестве каком-то куб. И сделайте вот какие-то общие предположения, как вот вообще это все делать. Давайте рассмотрим такой класс методов. То есть я, собственно, переписываю то, что у меня сейчас уже написано. Только я теперь сделаю естественную вещь. Я уберу отсюда x принадлежит rn и напишу x принадлежит q. Ну и сделаю то же самое. Напишу h, скалярное произведение f от x на x минус x. Ну и напишу здесь плюс v x x. То есть я не буду ничего придумать, я просто перепишу. Ну и теперь не буду предполагать, что v это вот непосредственно вот такая функция. Нет уже необходимости делать, а просто предполагаю, что вот это имеет место. Дальше я делаю следующее предположение. То есть я считаю, что у меня даже еще более общая такая штука есть. То есть я могу вот эту конструкцию, которая здесь стоит, заменить. То есть я еще более общий метод делаю. Я заменяю на некоторую функцию psi, которая зависит от x и xk. Но в частном случае эта функция будет равняться вот этой функции. Но в общем случае совсем не обязательно. И эта функция предполагает удовлетворять двум условиям. Она называется моделью функции. Это очень полезное понятие. Мы сейчас поймем, что это позволяет очень много что делать. Значит, эта функция была и таким условием, что psi, когда у нее аргумент одинаков, она 0. И psi как функция x, xk, выпукла. То есть она как функция первого аргумента выпуклая. Вот такие предположения относительно этой функции мы делаем. Но в частном случае это линейная функция. И вот дальше мы считаем, что у нас есть условия, условия, что значит такое, что... Сейчас напишу, что f от x плюс sin от y, x меньше либо равняется f от y. А меньше либо равняется f от x плюс си от y, x плюс l на v, y, x. Посмотрите. Это очень важное предположение. Причем это предположение, оно... Вот это просто как бы аналог выпуклости. Это выпуклость для любых y, x, для любых x, y, принадлежащих ком. Это как бы просто мы живем в этой концепции. То есть мы считаем, что для любых x, y это верно. Значит, если у нас вот это вот равняется вот этому, то это просто выпуклость функции. То есть это просто выпуклость f. Вот что это означает в случае, если эта функция впадает... А вот это как раз гладкость. Вот это гладкость. Гладкость. Гладкость в смысле вот того. Ну просто в случае вот этой функции это же и есть гладкость. Вот мы это использовали. f от y меньше f от x плюс к n произведения. Вот ровно это и написано, мы ровно этим и пользуемся. Таким образом, я как бы пытаюсь пояснить, что на самом деле, вот все, что я проводил, какие-то рассуждения, существует некая такая оболочка, что это все частный случай. Очень удобно ее понимать. Почему? Потому что очень компактно мы можем на это посмотреть. То есть путем небольшого числа каких-то усилий мы можем посмотреть на практически все результаты относительно этой схемы градиентных спусков. Значит, давайте начнем просто смотреть, что будет происходить в каких-то ключевых неравенствах. Если я буду вместо градиентного спуска использовать вот эту конструкцию. Значит, на всякий случай поясню, что то, что я сейчас рассказываю, изложено в этой книжке. Я позволю себе подсмотреть просто немножко в эту книжку и напишу аналог того неравенства ключевого, который у нас было вчера, вот в этом случае. В случае, когда, значит, у нас получается, что, значит, минус тут стоит, минус меньше либо равняется, значит, сейчас я веду определение, значит, прога, прога, ну ладно, я сейчас, ну, что уж неудобно, да, но тут довольно плохо это все пишет. Попробуем, так, я сейчас хочу, чтобы это было четко видно, поэтому я буду подсматривать, но периодически вот так, значит, единицы на аж, минус единицы на аж, я хочу, чтобы вы почувствовали аналогию, она есть, с тем, что вчера было написано. Значит, смотрите, вот вчера это была разность вот этих квадратов расстояний, вот эта штука, я сейчас напишу, чем она равна и тогда будет понятно, а вот это было скалярное произведение, только с перевернутым знаком, и мы такого типа соотношения как раз получали. И х было произвольно, но мы его представляли, вот здесь х равняется х звездой. Но поскольку я в голове держу в перспективе прямодвойственность, то мне не хочется сейчас сразу это полагать. То есть это удобно, это так и надо будет в конце делать, но лучше себя сохранить в варианте вот пока, что это все верно для произвольного х. То есть все, что я пишу, верно для произвольного х и скул. Но в частности для х равняется х звездой, то есть решение задач. В том числе, если решение много, то которое наиболее нам выгодно. Значит, надо определить, что вот это такое. Ну вот это, вот это, значит я еще посмотрю на знак. Значит, вот эта штука, это есть вот что такое. Это есть со знаком минус то, что написано вот здесь в точке х. То есть это есть минус х на вот это вот пси х плюс 1 х и вот это плюс в, ну то есть тут минус вот так стоит, он перескобочкой, плюс в, х, к плюс 1, да, это не просто, х, к, может быть там на другой стороне получше будет, вот, скобочка закрывается. Значит вот тоже, что? Как скрыжали, как бы. Ну да, как-то так это, на века выбиваем. Вот, ну так на самом деле действительно важно и в общем правильно делаю. Значит, смотри, сейчас будет очень красиво. Сейчас я попробую сразу, в общем, как-то это все дело пояснить, как тут получаются все оценки для зеркального спуска, для радиентного спуска. Значит, давайте начнем с более, как мне кажется, простого варианта, который, ну вот, позволяет понять, что здесь происходит. Значит, если я вот первое, что могу сделать, я могу вот это оценить сверху, то есть я могу не оценить, я могу оценить сверху, чем? Воспользоваться вот этим неравенством. Давайте воспользуемся этим неравенством и оценим это сверху, то есть я переношу вот это в правую часть, а это в левую. Значит, тогда это получается f от xk, вот, что ты будешь делать, f от xk, зато я тебе напишу, можно успевать, это хороший стимул Гасникова это, лимитировать по скорости. Так я обычно, f от x, да? И вот тебе понятно, почему мы хотим брать, почему мы хотим брать именно x, почему x сравняется с x-звездой. Да потому что нам интересно оценивать именно, если x не оптимальный, тогда мы оцениваем невязку, но не ту, которая нам интересна. А вот нам хочется оценивать ту невязку, которая нам интересна. Значит, мы сюда подставляем x-звездой. Вот, а вот эта штука со знаком минус, она оценивается, она оценивается, тут есть два варианта, как его оценивать. Первый вариант, когда у нас не гладкий случай Второй вариант, когда гладкий случай Давайте рассмотрим вариант, когда гладкий случай Так нам просто это уже написано на доске Так нам будет проще Если это гладкий случай То опять-таки У нас же тут все есть Если мы h полагаем 1 на l Вот дополнительно полагаем Чтобы вот с этим связаться То есть полагаем h равняется 1 на l Зачем? Ну за тем, чтобы вот как-то h вынести за скобку И здесь написать psi, а тут написать Как бы Ну да, а тут написать l Потому что 1 на l будет за скобкой И тогда мы можем оценить это таким образом Что Сейчас, минутку Значит, да, тут Сейчас, минутку, минутку Я прошу прощения Здесь как раз стоит Вот так вот Это уже как бы стоит выражение Которое правильное Единицы на h Извините Вот здесь стоит выражение вот такое То есть я, когда я это писал Значит, должен был учесть Вот-вот То есть правильно выражение вот так Единицы на h Прошу прощения То есть вот не надо ничего вносить Вот уже Вот это прок Оно вот этому равно Вот Так вот Когда Это вот В частном случае Когда это скалярное произведение А норма Евклидова В смысле вот этот квадрат Мы это уже получали Мы это сделали вчера Но если это в общем случае делать Вот в такой конструкции получается То, что я сейчас написал И вот тогда вот эта штука По правому неравенству Вот по этому неравенству Будет просто меньше Чем разность f от xk Минус f от xk Плюс 1 То есть это Ну вот просто потому Что я применил Вот это неравенство К соответственно Вот это xk Это xk плюс 1 f от xk Минус f от xk плюс 1 Ну вот Ну и получается Значит в случае гладком В случае гладком Значит такое неравенство Получается неравенство Которое сейчас нас должно вывести К чему-то такому Значит получается такое неравенство Смотрите Справа f от xk Минус f от x И слева f от xk Минус f от xk Плюс 1 Значит Это сокращается с этим А это переносится вот сюда То есть получается f от xk плюс 1 Ну как хорошо Прямо такое наслаждение Минус f от x Меньше либо равняется И вот здесь стоят Сразу вот эти штуки Л Единица на h Это л Вот я пишу Л Соответственно В От x Со звездой Да, кстати Ну я сразу же повторюсь Я подставил x со звездой На xk Минус l В На xk Плюс 1 Значит Суммируя Все это дело Х от 0 До n Минус 1 Я получаю Такое выражение Деля на n То есть суммируя Деля на n Единица на n Я получаю Такое выражение f от x чертой n Ну потому что Я за не могу Занести эту сумму По выпуклости Вот сюда Минус f от x Со звездой Меньше либо равняется L V От x со звездой На x0 На n Начинаем Сравним Вот это выражение И вот это выражение Очевидно Что одно Переходит В другое Если Если у меня Вот это r Это же r Оно чему равняется Оно равняется x0 Минус x Со звездой В квадрате Два норма Мы же только В еврейном случае Это выражение получали Но Если я сюда Подставлю Вот это выражение То есть Я получу ровно то Что я уже получал То есть Это как бы Не мудрено И то же самое Можно делать Ограничивать Расстояние От точки старта До решения Вот из этих же Самых соображений Поскольку здесь Есть слагаемость А знака минус То есть Все абсолютно Повторяется Но На самом деле Чтобы почувствовать Что произошло Надо еще раз Наверное Это выписать Потому что Иначе Это как бы Нет эффекта Как бы удивительности А вот эффект То есть Удивление Вызывает то Что Мы работаем Повторю Просто вот В концепции Вот такой XK плюс 1 Равняется То есть Вот смотрите Все что мы Предположили Что наша Функция Наша функция Удовлетворяет Вот этой вот Концепции И Ну Резонно Вы можете Спросить Зачем Зачем Я себе Жизнь усложняю Вот Есть уже Красивый Результат Ну Зачем Я это все Делаю Какой Смысл Ну Давайте Вот сразу Чтобы Не быть Голословным Я поясню Сразу Примером Что Это все Чрезвычайно Полезные Вещи Они реально Просто Лосо Они пригождаются Нам Вот Например В том же Анализе Данных Вот Лосо Это что Такое Вот Вам надо Оптимизировать Фикс А на Ла X-B 2 нормы В квадрате 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 Отбор признаков За счет Один нормы Вот То есть Это Голая Теория Вот Вот Такая Штука Значит Эту функцию Мы называем F Эту G Значит G Негладкая Функция Ну Модуль Это же Негладкая Функция В случае Если Вектор Одномерный Это Модуль X Значит Это Гладкая Функция Это Негладкая Но По науке Которую Мы до Этого Имели Раз Одной Из Слагаемых Негладкая Значит Вся Функция Тоже Негладкая Получается Что Мы Не Можем Вот Так Сходиться Мы Можем С ней Работать Только Вот Так Но Так Это Это Получается Что Мы Можем Сходиться Негладкая Функция Может Обывать Как Одница На Корень Z А Мы Хотим Большего Потому Что Мы Знаем Что Мы Можем Предположить Что Вот Ну Например Что Вот Эта Задача Просто Решается Которая Вот Здесь Но Только Надо Правильно Понять Что Такой Пси От XX Вот Давайте Возьмем В данном Случае Вот Воспользуемся Этой Техникой Которой Я Рассказал И возьмем Специальный Вид Функции Пси От Y Давайте Возьмем Для этой Задачи Пси От Y X Повторю Это F От X Это G От X Возьмем Ее В таком Виде Что Это Смотрите Скалярное Произведение F От X На Y Минус X Ну То Все Как Обычно Но Это С Вот Такая Модель Функции Вот Она То Это Вот Просто Я Как Бы Идея Такая Что Я Вот Как Бы Принцип Разделяю Властовый То Мы Заменяем Сложную Задачу На Набор Более Простых Но Что Такое Более Простая Задача До Этого Было Понимание Такое Что Более Простая Задача Это Взять Леонеризовать Функционал И Вот Вот Это Общая Идея То Заменять Функционал Линейной Модели И Строить Мажоранту Добавлять Параболой Вращения Можно Во-первых Добавлять Не Параболой Вращения Это Отдельно А Так Еще Можно Заменять Не Обязательно Линейной Добавкой То Когда У нас Функционал Состоит Оптимизированной Функцией Из Двух Мы Можем Вот Это Леонеризовать Модели Потому Что Квадратичная Функция Это Сложно Линейно Это Проще А Вот Это Вообще Не Трогать То То Она Идет Она Заходит В Модель То Поскольку Это Простое По Структуре Слагаемое Это Просто Модуль Х С ним Просто Работает То Вам Надо Решать Вспомогательную Задачу Конкретно В этом Примере Я Возьму В Y X 1 2 Y X 2 Это Будет Равняться Лямбда Максимум Лямбда Максимум А Транспонированное А Максимальное Собственное Значение Вот Этой Матрицы И Это Будет Определять Скорость Сходимости Метода То У меня Будет Работать Вот Эта Оценка Но Это Оценка Единица На N Вот С Таким L И Она Определяется Гладкой Частью То Негладкая Часть Никак Не Влияет На Скорость Сходимости А Вспомогательная Задача Проверьте Решается Аналитически То Это Сложность Решения Вот Этой Задачи Она Будет Такая Же Как будто Просто Делаем Шаг Градиентного Метода То Если Мы Делали Шаг Градиентного Метода Мы Просто Был Писали Эту Формулу Поскольку Это Безусловная Оптимизация XK 1 равняется XK минус 1 Градиент Градиент Этой Штуки Считается Он Равен Значит А Транспонированное А X Минус B В общем Равняется Градиент Этой Штуки F Вот Ну Вот Такой Шаг А так Мы Делаем Шаг Более Хитрый Все равно По явным Формулам Это Называется Шринкетч Отображение Вы Можете Найти Его В соответствующей Литературе Оно Совершенно Не Сложно Повторю Задача Решается По явным Формулам Хотя Это Все Таки Уже Какая Задача То Есть Не Настолько Тривиальная Но Она Достаточно Простая Чтобы Выписать Явное Решение Аналитическое Еще Раз В этом Месте На самом Деле Сидит Как бы Мощь Некоторая Мощь Философия Разделяя Властную То Когда У вас Есть Задача Со Структурой Задача Со Делать Мы Будем Сходиться Вот Вот Плохим Образом Единица На Корне З А Я Сейчас Показываю Как Сходиться Единица На Р Более того Если Брать То Все Это Работает И для Ускоренных Метов Сейчас Я Приведу Оценки То Это Как бы Совсем Получается Здорово Что Можно Сходиться Быстрее Повторю Ключевое Что Здесь Нужно Предположать Что Имеет Место Вот Это Свойство И Замечу Замечу Что Никаких Свойств Относительно Функции В От Y X Мы Не Предполагаем Кроме Того Что Она Представима Что Это Дивергенция Брегмана То Что В От Y X Это Дивергенция Брегмана Больше Ничего А То Что Дивергенция Брегмана Это Сможете Сыграть На том Насколько Удобно Проектироваться В частности В частности Если Например У вас Функция Очень Сильно Растет Но У нее Нет Как бы Такой Квадратичного Роста Более Большой Рост Это Называется Относительно Гладкость Понятие Вы Можете Сюда Брать Какой Большой Рост То Это Не Страшно Все Определяется Вот Этой Функции И Какая Сильная Выпуклость И Вам Не Нужна Что Обычно Нужно Теория Которая До Этого Была Она Как Предполагала Сейчас Нам Ничего Этого Не Нужно На Сам Деле Я Рассказал Какие Полезные Такие Свойства Но Они Все Определяют Если Вы Что Хотите Получить Вот Здесь Математика Вот Эта Формула Которая Все Объясняет Из Такого Виды Прямотво Гладкости Что Было Право Неравенственного То есть Что Оно У меня Было А Оно Есть Почему Оно Есть Но Вы Можете Подставить Вот Сюда Например Вот Это Выражение И Проверить Что С Константой Нипшица Которая Отвечает Только Гладкости Ф Все Нормально Ж Просто Будет Сокращаться То Я Веду Что Сюда Надо Подставлять Ф Которая Сумма Вот Сюда Надо Подставлять Ф Ф Да Ну Вот И Ф Это Вот Эта Штука Ф От Х Ну И Соответственно Когда Вы Будете Ф Сюда Подставлять Ж У вас Тут Будет Сокращаться Ну Потому Что Тут Ж Тут Тут Ж Минус Ж Тут Ж Будет И Ж Сокращается Ж Вот С этим Тут С Плюсом Тут С Здесь Остается Ж Ж И Здесь Ж Ж Здесь Ж Ж Сокращается Ж Ж Сокращается С этим Ж Остается Ж Сокращается С этим То есть По факту По факту Все что вам надо Это проверить Вот как бы Лившцевость Ф Вот так Будет Зазаписано Значит Я уж Не говорю Про то Что Сюда Например Проксимальный Подход Погружается Вот Ну Я чуть Чуть Возможно Попозже Про это Скажу Вот Но Пока Пока Мне хотелось Бы Пока Вот Эта Волна У нас Идет Ведь Все таки Вот как Вывести Оценки Для зеркального Спуска Которые Напомню Выглядят Вот таким Вот образом Вот этот Режим Вот этот Режим Значит У нас Получалась Вот такая Оценка Ф от Х Черто Н Минус Ф от Х Со звездой Меньше Либо равняется МР На корень Из Н Вот как Такого Типа Оценку Получить Вот В рамках Эта Философия Ведь Ясно Что Это Что То Близкое Но давайте Мы Сейчас Уже Не будем Хитрить И Прям Возьмем И подставим Скалярное Произведение Потому что Так Нам Будет Понятнее Вот и так Подставляем Сюда Скалярное Произведение Ф от Х Значит На Х Плюс Один Минус Х Хорошо А Теперь Сделаем Такое Предположение То есть Чтобы Выводить Негладком Случае Нам Потребуется Предположение Что В От Х Плюс Один Одна Вторая Х Плюс Один Минус Х Норма Какая То В Квадрате Вот Не обязательно Евклидова Просто Какая То Норма Это В частности Выполняется Когда Функция В Вот Является Сильный Сильно Выпуклый По первому Аргументу С Константой Один Относительно Вот Этой Нормы И Вот Когда Рассматривают Негладкий Фунг Негладкий Случай Пытаются Евклидову Норма Обобщить Вот Вот То Есть Вот Написать Что-то Такое Какая Это Сопряженная Норма К чему-то То Вот Что В Такую Оценку Можно Было Получить Чтобы Это Оставалось Верным Только Р Берется Другое И М Берется Вот Такое Чтобы Эту Оценку Получить Такое Обобщение Нам Нужно В Этой Формуле Дополнительно Относительно В Предположить Такое Свойство То В частности Это По сути Означает Что Д От Х Один Сильно Выпуклая Функция Относительно Нормы Вот Этой Нормы То Самой Нормы Сопряженная Которая Которая Возникает В М Созрегу И Теперь Надо Написать Здесь Вот Такое Соотношение H У нас Пока Нету Точнее Оно Есть Но Просто Единица На H Подставляю Единица Наж И тут Стоит Квадрат Нормы Потому Что Неравенство Вот В эту Сторон А тут Знак Минус Значит Я Сохраню Эту Оценку Только Увеличиваю Ее Если Заменю V На Оценку Снизу Вот Я И делаю Это Единица На 2H Значит Получается Х К Плюс 1 Минус Х Какая Это Норма В квадрате Не обязательно Евклидова То Получается Вот Такое Выражение По-моему Называется Неравенство Каши Бунюковского Точнее Наверное Гельгера Скорее То есть Это Неравенство Оно Ограничивает Сверху Вот Это Выражение И ограничивает Таким Образом Что Вот Эта Штука Меньше Либо Равняется Меньше Либо Равняется Значит А Штополам А Штополам На Квадрат Нормы Вот Этого Градиента Только Квадрат Сопряженной Нормы То есть Вот Это Все Меньше Равняется Ф Квадрат Сопряженной Нормы Вот Смотрите Вот Эта Штука Она У нас То есть Вот Эта Штука Меньше Чем Аж Пополам Квадрат Сопряженной Нормы Градиента Ну Так Это Ровно Та Самая Конструкция Я Сейчас Перепишу Здесь Все То же Самое Только И Скапывают Сейчас То есть Мы Левую Сейчас Переписываем Получается Ф Меньше Непоравняется Аж Пополам На квадрат Сопряженной Нормы Ф Квадрат И Вот Та Самая Разность Плюс H Единица На H Единица На H В От Х Со Звездой Х К Минус Единица На H В От Х Со Звездой Х К Плюс 1 Ну И Теперь Вспомните Что Было Вчера Вчера Было Такое Точное Выражение Только Здесь Квадрат А Здесь Стала Эклидова Норма Но Норма В принципе То же Самое То есть По Структуре То же Самое Ну И Естественно При Суммировании И Правильном Выборе H При Суммировании И Правильном Выборе H Здесь Получается Такая Оценка То есть Вот Это Средне Арифметическая Будет Меньше Чем Вот Сейчас Пишу М На Р На Корень Из Так Только Надо Правильно Здесь На Корень Из Н И Корень Из Дух Вот Так Здесь При Правильном Корень Из Дух М Вот Вот Такая Получится Оценка Но В ней Надо Теперь Уже Пояснить Что Р Вот Здесь Поскольку Видь Что У нас Тут У нас Нету Квадрат У Норма У Норма Есть Р Которая Корень Из В От Х Звездой На Х 0 Вот Это Р Будет Ну А М Это Будет Максимум Из Вот Этих Вот Норм Ф От Х К Сопряженная Максимум Пока От 0 До М С 1 То Есть Вот В этом Отличие Но В целом То Сам Не пугает Что Это Задача На Каком То Множестве То То Это Со 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 . Отличие Было Получено Не Привязываясь К Тому Что Есть Какое То Множество Ков Вот Я Сейчас Рассказал То Что Очень Сложно На Сам Деле То Есть Западных Вузах Там Например Как В Принстоне Стэнфорде Это Включено В Программу И Это Просто Рассказывается Как Отдельно Большая Сужетная Линия Зеркальный Спуск Оптимальный Метод Решения Негладких Задач Мы Его Получили В Рамках Общей Философии Потому Что Это Можно Как Градиент Спуск Как Зеркальный Спуск Все Это Как То Единообразно У нас Сплывает И Действительно Красиво Я Сейчас На Этому Не Останавливаюсь Я Сейчас Просто Стараюсь Продемонстрировать Что На Сам Деле Есть Еще Полезные Следствия Которые Вот Например Позволяют Более Эффективно Находить Транспортное Расстояние Расстояние Монжа-Канторовича Между Вероятностными Мерами Вот Просто Как Бесплатное Следствие Вот Этой Всей Науки Ну То То Есть Мне Важно Пояснить Что Это Действительно Достаточно Красивые Вещи Вот Я Просто Хочу Понять В каком Порядке Это Все Сделать Сейчас Да Замечу Замечу Что В Случа Если Использовать Быстрый Градиентный Метод То Все Это То же Самое Работает Я Просто Приведу Для Справки Как Он Выглядит То Я Приведу Вариант Быстрого Градиентного Метода Который Тоже Работает С Концепцией Модели Функции И напишу Какие У него Оценки Я Сейчас Вот Так Все Сделаю Смотрите Я Веду Оператор Проектируем Я предполагаю Что Имеет Место Соотношение Вот Это Соотношение Имеет Место Ф Это Оптимизируемая Функция Вот Итак Задача Рф От Х Давайте Это Сотруем Сейчас Я напишу Резюме Которое Мы Получили На Данный Момент Так У нас Есть Задача Я буду писать Ф от Х Так Проще Чтобы Привычнее Их Проминжетков И дальше Варианты Которые Мы Предполагаем Итак У нас Есть Предположение Что Значит Я Даже Для Общности Еще Чуть Обобщу Напишу Что У нас Есть Неточность Возможность Учисления Градиента Мы Допускаем Что Это Может Неточно Делаться Вот Это Еще Удобнее Значит Ф от Х Плюс С От И Х Вот Держать Что Все От И Очень Часто Просто Скалярное Произведение Ф от Х На И Минус Х Но Не Всегда Значит Ф от У Меньше Удоравняем Ф от Х Плюс Скалярное Произведение Все От И Х То есть Я Ввожу Понятие Модель Функции Пытаюсь Скрыть Общую Схему Получения Методов Оптимизации Значит Вот Эта Должна Должна Быть Дивергенции Брегманов То есть Она Должна Иметь Вот Такой Вот Вид Минус Скалярное Произведение Д От Х На У Минус Х Пока Никаких Ограничений На Функцию Д Нет Вот Л Констант И Обратите Внимание Я Еще Добавлю Здесь Дельта Это Дельта Добавляется Чтобы Возможность Была Не Точно Решать Задачу Точнее Не Точно Читать Вот Эту Модель То есть Эта Модель Она Может Быть Не Точной И Это Характеризуется В правой Часть То есть Можно Показать Что В Такую Концепцию Можно Вообще Все Загнать В В том числе Негладкий Случай Вот Это То С чем Мы Работаем Это Объект Изучения То С чем Мы Работаем Значит Дальше Мы Говорим Что Вводим Вот Этот Основной Шаг Х К Плюс Первая Я Как Оператор Вожу Мир Мир Х Ладно Не буду Торопиться Сначала Отвешу Просто Градиентный Спуск Градиентный Спуск Градиентный Метод Он Выглядит Таким Образом Х Плюс Первая Равняется Значит Арг Минимум Вот Эта Вот Модель Пси От Х Х К Плюс Л В От Х Х Ну И Мы Считаем Что Минимум Берется С точностью Дельта С волной Что Это Значит Я Сейчас Напишу Это Значит Что Мы Решаем Вот Эту Задачу В Следующем Смы Смы Эту Задачу Эту Функцию Называем Пси Пси Большое Пси Большое От Х Х К Вот И мы Решаем Эту Задачу В Следующем Смысле Скалярное Произведение Градиент Пси Большого По Х К Плюс Первому Х Плюс Первое Х К На Х Плюс Первое Минус Решение Этой Задачи Будем Обозначать Х Плюс Первое С Звездой Так вот Это Мельче Чем Дельце В Ной Если Мы Нашли Точное Решение Оно Было Ноль А так Допускается Что Чуть Чуть Не Точно Это Это Уже Так Для Такой Общности Сейчас Это Не Играет Большой Роли Так Вот Такая Процедура Сходится Таким Образом Ф От Х Чертой Н Если Такой Метод Запустить Минус Ф От Х Звездой Меньше Л Равняется Л В Х Ноль Х Там По-моему Наоборот Я писал Х Звездой Х Звездой Х Ноль Вот На Два Я Или Да На Нет Просто На Вот Тут Корень Нет Все правильно Написал Все правильно Написал Значит Получается Вот Такой Вот Результат Очень Оптимистичный Результат Вот Плюс Дельта С волной Плюс Два Дельта Это Вот То Как Накапливается Неточность Ну То Есть Можно Понимать Что Мы Решаем Эту Задачу В Концепции Точности Эта Точность Не Накапливается Ну И Эта Неточность Тоже Не Накапливается Теперь Я Говорю О Что Есть Ускоренный Метод И Интересно Посмотреть Про Него Что Мы Можем Сказать Если У нас Есть Ускоренный Метод Ускоренный Метод Выглядит Вот Таким Вот Образом Мне Это Полезно Записать Друг По Другам Потому Что Потому Что Это Просто Будет Понятно Чем Они Отличаются В смысле Накопления Еще Ошибки Мне Тоже Хотелось Прояснить Значит Минутку Сейчас Я Его Возьму Ускоренный Метод Немножко Сложнее Выглядит X0 Равняется U0 Значит Рекуррентно Рассчитывается Альфа К плюс Первое Равняется Единице На 2L Плюс Корень Из Единицы На 4L В квадрате Плюс Альфа К В квадрате Вот Соответственно АК Плюс Первое Равняется АК Плюс Альфа К Это Оптимальный Метод Который Работает С Концепцией Модели Функции И Все Что Я Говорил Про Градиент И методы На него Обобщаем Альфа К Плюс Первое У К Плюс АК Плюс К Кстати Этот метод Недавно Был предложен Статья В начале Этого Года Правда Близкие Методы Были Раньше У К Плюс Первое Равняется Аргминимум Аргминимум Вот В этой же Самой Концепции Х Принадлежит Ку И Аргминимум Дельта С Волной Вот Это В таком же Выражение Альфа К Плюс 1 Пси Х Игрек Плюс 1 Игрек Плюс 1 Плюс Плюс В От Х У К Вот Замечу Что Здесь Есть Рассогласование Здесь Игрек Плюс 1 Здесь У К Ну И Наконец Х К Плюс 1 Равняется Альфа К Плюс 1 Довольно Сложно Но Как бы Сказать Это Всегда Плата За То Что Вы Хотите Быстрее Ускоренный Метод Всегда Сложнее АК Плюс 1 Вот Так Он Выглядит И Что Про Него Доказано Следующее Это RBR Path Gradient Метод RBR Про Него Доказано Следующее Что Этот Метод Также В Концепции Модели Функции Работает Работает Следующим Образом Значит У него Вот Ну давайте Тут Можно Константы Написать Но я Для Просто Напишу О Большое Так Просто Удобнее Тут Константы Прям Явные А тут Какие Четверки Я Не хочу Про Это Дело Подробно Чего Т Говорить Потому что Эти Константы Улучшаем И В любом Случае Вот Смотрите Стоит N В Квадрате Вот Здесь Стоит Плюс Дельта С Волной На N То есть Она Лучше Даже Накапливается Но Плохо То Что Здесь Плюс N На Дельта Вот Так Работает Соответственно Ускоренный Метод Концепции Модели Функции И Это Общее Правило Для Таких Методов То есть Градиентный Спуск Работая Ну Как Не с Градиентом А с Моделью Сходится Ну Как Мы Привыкли Что Ничего Не Накапливается Никакие Ошибки Ни При Проектировании Которые Возникают Ни Вот Соответственно Вычисление Градиента То есть Это Обычная Ошибка Она Привязана К тому Что Вот Это Я могу Тут Дельта Написать Везде Где Тут Надо Значит Это Просто Дельта Здесь Концепция Модели Вот А тут Вот Получается Сходимость Быстрее Это Уже Неулучаемо Даже Если Простейший Случай Дерется И Эта Неточность При Проектировании Еще Лучше Накапливается И Связано Это С тем Что У нас Альфа К Обычно Согласно Этой Схеме Он Просто Можно Показать Что Типа К На Эль Альфа К Ведет Себя Как К На Эль То Это Получается Коэффициент Растущий И Решать Точностью Дельта Словой Задачу Масштаб Который Пропорционально С номером Итераций Увеличивается Это Более Сложная Задача То Есть Вот Это Находить С дельта Словой Сложнее Чем Вот Это Уже Здесь Нет Альфа Вот Здесь Как Б Если Хотите Можно Написать Эль Здесь А Можно Единицы На Здесь И Здесь Стереть То Здесь Роль Как Б То Не Важно Писать Здесь Коффициент Или Перенести Его Альтернативный Вариант Написать Единицы На Вот Это Пси Плюс В Просто Альтернативный Вариант Как Можно Был Написать Вот Здесь Как Раз В Таком Ключе Значит Изложено Ну Посмотрите Вот То То В частности Если Мы Возьмем Лассо Если Мы Возьмем Лассо То Если Мы Возьмем Исходную Задачу Вот Такую Одна Задача Выявление Признаков Вот Которые Возникают Машинам Обучения Ну И возьмем Модель Функции Как я Уже Писал Без всяких Неточных Хараков В От Y X Равняется Соответственно Вот Эта Функция Будет Давайте F Это G Ну Вот Возьмем Скалярное Произведение F От X На Y Минус X Плюс G От Y Минус Ж От X То Вот Уже Быстрый Метод Для Такой Задачи Ну И возьмем V От Y X V От Y X Возьмем Вот То Самое Что Обычно Берут Y Минус X Квадрат И 2 Норма Ну И Получим Алгоритм Вот Он Здесь Написан Вот У вас Помогательная Задача Но Эта Задача Эквивалентна По Сложенности Вот Эта Тут Просто Вопрос Коэффициент Ну Решайте Ее Ну Как Будете Решать Получить Алгоритм Который Сходится Вот Таким Вот Образом Как Единица На N В Квадрате А У Негладкая Часть Есть Вот Эта Негладкая Часть Ну Так Работайте Вот Так А Будет Этой Негладкой Части Не Замечаете Ну На Сам Деле Если Вдаваться Физику Процесса Почему Так Происходит В чем Обман Обман В том Что Ведь С помощью Я специально Написал Лямбда Ведь Мы можем Вот это Перенести В ограничение Существует Такое С Что Вот это Я могу Писать Не здесь А написать Задачу Минимум Норма Х1 Меньше Равняется С То есть Существует Такое С Что Множече Занося Вот это Ограничение С множествен Лагранжа В функционал Мы получим Ровно Это выражение А вот Это уже Другая История То есть Здесь Вы оптимизируете Функционал 1 2 Ах Минус Б 2 нормы В квадрате И оптимизировать Этот функционал На множестве Простой Структуры Ну просто Это ромбик На плоскости Это ромбик И мы Вот обратите внимание Мы же здесь тоже Решаем задачу На множестве Простой Структуры И Мы не заморачиваемся Относительно Гладкости Границы Относительно Изломов Мы говорим Что вся Сложность Вот этого Множества Она уходит Вот сюда И когда мы говорим О том Что надо сделать Столько-то итерации То мы вообще Итерацию Измеряем В терминах Вызова Оракура То есть В терминах Посчитать модель Нас не очень сильно Волнует Что вот это такое Что это за Операция такая Что насколько Сложно ее сделать Почему Потому что Я уже по этому поводу Говорил Что посчитать Градиент Квадратичные функции Х Ах Это умножить Матрицу На вектор То есть Если это Полная матрица То большое Н в квадрате А сделать шаг Градиентного метода Прибавить К одному вектору Другой вектор Это у большой От n То есть Зазор колоссальный Между у от n в квадрате И у от n Колоссальный зазор Поэтому даже если Вы используете Шаг градиентного метода С какой-то вот Накруткой В смысле Что надо еще Проектироваться То у вас есть Достаточно большой запас Чтобы спроектироваться И Как бы Сохранить Пропорции Что все-таки Ну даже не пропорция Как бы доминантность Доминантность Вычисления градиента Что самое дорогое Вот в этом Во всем Это не решить эту задачу А посчитать саму модель Посчитать градиент Если это простейший случай Вот это самое дорогое И в этом смысле У нас Классификация Множества простой структуры Она этим и определяется То есть Множество простой структуры Если на него Спроектироваться Заметно дороже Чем просто посчитать градиент А запас прочности Огромный Потому что Градиент считается Зен в квадрате Обычно А проектироваться Ну что там Ну как правило Какие-то логарифмические Добавки К просто Стандартному шагу И в этом смысле Когда мы загоняем Вот это В ограничение У нас остается ромбик И мы его сюда вносим Но в этом смысле Как бы И что Ну и Проектируемся мы На этот ромбик Это не так сложно То есть Принципиально Это не меняет Наше понимание Сложности и операции Вот в этом Как бы есть разгадка Но это я разгадал Как бы В данном случае А это же Куча других ситуаций Вот сейчас я буду Рассказывать Проксимальный Значит Подход Но Там по-другому Вот Да Но еще один момент Который я должен сказать Конечно Все-таки Вот Дополнительно Пока никому не удалось Вот это все Сделать Вот в этом случае Без дополнительного Предположения Которое я сейчас Сделаю Предположение Это формулируется Следующим образом Что Да Относительная Гладкость Как бы Считается Вот в этой концепции Но К сожалению К сожалению Нам нужно предполагать Вот это условие Что d от x Это вот в этом случае Сильно Один сильно выпукло Один сильно выпукло Относительно Ну вот Выбранной нормы Норма То есть Вроде как И хорошо И хорошо И не очень То есть Какая-то Ну хоть относительно Какой-то нормы У нас должна быть Сильная выпуклость Что тогда Тогда у нас Получается Что Как бы Это сказать Ну тогда у нас Есть гарантия Что мы действительно Можем вот Такое доказать Пока Пока Вот Не получилось Сделать Без этого предположения Вот в первом случае У нас Без этого предположения Делается А во втором случае К сожалению Не получается От этого предположения Отказаться Это тоже Ну как бы Такой хороший Повод Подумать Почему это так Вот Значит Я не знаю Может быть Это как-то и можно Ослабить Ну вот Пока непонятно Значит Да Значит Что сейчас будет До конца лекции Я хочу рассказать Еще один пример На модели Вот И Потихоньку Потихоньку Перейти К прямодойственности Так сказать Пояснить Что это такое Ну и дальше Уже на следующей лекции Сделаем прямодойственность Я вам расскажу Быстроградиентный метод Видимо Я не успею Быстроградиентный метод С доказательством То есть Я возьму не этот вариант Этот вариант С одной проекцией Он создан Для Для Как раз Модельного обобщения Я расскажу С двумя проекциями Но этот вариант Не хорош Тем Что тут Эль надо знать А я расскажу Вариант Который этим летом Нестеров придумал Где Не надо знать Метод Вообще Ничего не требует На вход И просто Работает Как танк Вот А тут Эль надо знать Как его подбирать Ну можно Опять таки Без соображений Мажоризации То есть Просто Вот так Подбирать Но Вот это В общем Как бы Хочется без этого Хочется как-то попроще Еще оговорюсь Что В этом случае Да Добавлю У нас У нас в правой части В сильно выпуклом Случае Должно стоять Вот Должно стоять Y-X Вот в этой норме В квадрате То есть В правой части Где бы это Дописать Вот тут Должно стоять Это вот Для FGM Y-X В квадрате Два норма Одна вторая Это в случае Но Не евклидовая норма Просто Вот Вот та норма Которая выбирается Вот эта выпукла Сильно выпукла Относительно Вот этой нормы Это V Которая определяется Согласно D-X Которая Сильно выпукла Относительно Оно повязано На то Что здесь стоит То есть К сожалению Вот еще дополнительно Если уж так Совсем аккуратно Говорить И не получилось Здесь поставить D-X То есть Правильно все-таки Писать здесь Повторю В сильно выпуклом Извините В ускоренном случае Вот Это так Небольшая оговорка А теперь Я бы хотел рассказать Пример Того Как с помощью Вот этой философии Можно Получить Интересный результат Называется Этот сюжет Проксимальный синхрон Проксимальный метод Синхрон На видео Я вам первый раз Это рассказываю Проксимальный синхрон Профессимальный синхрон Это конкретный пример Приложения Но давайте Вот в концепции Модели функции Я не беру Сейчас ускоренные варианты Рассмотрим Случай Вот совсем Топорный Вот Прям вот Совсем Это значит Когда Оптимизируется Решается задача Ф от х Вот такая Да Минимум Ф от х И минимум По х Да Может быть На каком-то множестве Это сейчас Не принципиально А берется Значит В качестве Модели Пси от y x Пси от y x Берется функция Которая есть F от y Минус F от x Ну это вообще Безобразие Это как бы Даже дальше Некуда Модель так себе Потому что Ну очевидно Что подставив сюда Пси равняется F от y Минус F от x Мы Мы как бы И правда Получаем Модель Потому что Здесь будет стоять Тождество F от y Меньше Бравняется F от y Ну а здесь Будет стоять Ну как бы F от y Плюс еще что-то То есть Короче Это будет Моделью С произвольным L Для любого L это будет Действительно Модель Для любого L это будет Модель Модель функции Но Что тогда Получается Получается Тогда какая-то Странная вещь Но не очень Понятно Что нам Надо Значит Делать шаг И по сути Он выглядит Таким образом Арг минимум По x Принадлежит Ку Да Я сейчас Эти дельты Писать не буду Это не очень Принципиально Вот Попишем F от x По хорошему Я могу написать Минус F от x Кану И ф от x Константа Поскольку Здесь стоит Арг минимум То зачем мне Это писать Плюс Л Возникает Возникает Какая-то Странная Ситуация Нам надо Решать Задачу Казалось бы На каждой Итерации Более сложную Чем Исходная Задача Вопрос Зачем Ну вот Как бы Сказать То есть Мы Вот эту Задачу Должны Решать А мы На каждой Итерации С другой Странной Мы знаем Что Скорость Сходимости Такого Метода F Икс Чертой Минус F От x Звездой Меньше Либо Равняется Л Ну давайте Это Называть R Квадрате Вот это В От x Звездой x 0 Это Будет Р Квадрате Так просто Удобнее Привычнее Л Квадрате На Л Ну вот Если Л Маленькая А мы Напомню И можем Выбирать То Возникает Как бы Возможность Быстро Решать Ну Хорошо Быстро Решать За счет Маленьких Говорит Но все равно Ведь эта задача Она сложная Так вот В чем Идея Идея В том Что Эта задача Она вроде Как Сложная Но Если Эта функция Сильно Выпукла То Эта задача Может быть Не сильно Выпукла А эта задача Сильно Выпукла Давайте Вспомним Если Например У нас Есть Просто Евклидова Если В Случа В x x Равняется Евклидова 1 2 x x Значит Значит Это Один Сильно Выпуклая Функция Один Сильно Выпуклая Функция В Два Норме Вот Два Норме Ну Значит Смотрите Если Эта Исходная Задача Она Была Например Гладкая L Липшится В Градиент Но У нее Не Было Сильной Выпуклости Сложность Ее Решения LR Квадрате На Эпсилон С Точностью Эпсилон Число Итераци А сложность Решения Вспомогательной Задачи Оно Будет Но только L Это LF Давайте Я здесь Напишу LF А Сложность Решения Вспомогательной Задачи Будет Обусловленность Обусловленность Это Гладкость Вот Этой Функции Но Она Складывается Из LF Плюс L Поделить На Сильную Выпуклость А Сильная Выпуклость Это L И Логарифм Эпсилон Минус Первая Относительная Точность Но Смотрите Мы можем Сделать L Порядка LF Тогда Это Будет Порядка Единицы И Тогда Нас Помогательная Задача Будет Иметь Сложность Логарифмическую А здесь Единица На Корень Из Эпсилон Смысл Понятен Да То есть Это Все Так Не Совсем Просто Так Идея Ну То С Другой С С Ну То 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 Ничего Улучшить Не Может Может Просто Воспроизвести Результат Вот Я сейчас Веду Пример Когда Такой Подход Заведомо В Эспериментах И По Теории Улучшает Улучшает Для Этого Надо Отказаться Сейчас В Этом Примере Роличи Давайте Я Наверное Это Все Сотру Вот Мы Будем К этому Возвращаться К этой Схеме Все Это Очень Полезно Вот Эсперимент Двойностью Поработаем Вот Видимо Будет Меньше Фактов Рассказывать Чем Я Планила Но Лучше Вот То Что Рассказывать Чтобы Это Лучше С Нормально Подробнее Будет Итак Давайте Рассмотрим Вот Такую Задачу Сумма С На Минимум При Ограничении Суммы С Ж Довняется Л И Если Ж От 1 До Н Ну И Сумма С Ж По И Довняется В Ж От 1 До Н Значит Тут И От 1 До Н Ж От 1 До Н Значит И Ж Это Транспортная Задача Плюс Молод Дистанс Западный Монер Мож Контор Роч То есть У нас Есть Н Источников Энстоков Вот Можно Это Понимать Как Какой То Граф Вот Давай Считать Полный То Есть Полный Граф Значит В Каждом Источнике И Есть Производство Объемом Элита Есть Потребление Объемом Дубль Важинка Разумеется Все Что Производится В сумме Должно Равняться Всему Что Потребляется Вот Разумеется Четы Из этих Чисел Могут Равняться Нулю Вот И Задача То Нам Надо То Что Производится Перевозить В пункты Где Потребляется У нас По умолчанию Везде Все Производится И Все Потребляется Проблема Топ В том Что Может Быть Нестыковка То Понятно Что Лучше Всего Сколько Здесь Производится Столько Было Здорово Чтобы Здесь И Потреблялось Когда Ничего Перевозить Не Надо Когда Транспортный План Просто Там Где Это Произведено Они Это И Потребляют Но Можно Давать Ситуацию Как Бо Как Прочных Вариантов Что Есть Только Пункты Производства Только Пункты Потребления Просто Правильным Образом Расставив Нули Вот Здесь И Задача Транспортный План Составить То Просто Решить Вот Эту Задачу Что Куда Сложности Этой Задачи У нас В Кубе То В Общем Случа С Вот Этим В Которое Есть То Возьмем В качестве Д Энтропию Х Логарифм Х Только Для Простоты Будем Считать Что Все Прономировано На Единичку Чтобы Этой Энтропия Была Один Сильно Выпукла На Симплексе То Чтобы У нас Был Симплекс Сумма И Я напишу Здесь Так И Житая И Житая Вот Так И Житая От Одного До Н Ну И Соответственно Тогда Вот Это Все Условие Можно Так Сумма И Житая Равняется Единице Половить Житая От Одного До Н Это Примерно Обожем Следует Из Из Того Вводим Такую Функцию Д От Х Тогда В От И Равняется Расстояние Кольбока Игра Точнее Расстояние Дивергенция Значит И К Логарифм И К На Х И Ж И Ж Значит И Ж От Одного До Н Вот Вот Такая Вот Штука Ну И Соответственно Вспомогательная Задача Теперь У нас Будет Формулироваться Таким Образом Значит Х Вот этот Транспортный План К Плюс Первая Итерация Значит Равняется Это Матрица То Это Это Набор Это Набор Х К И Ж И Ж От Одного До Н Значит И Так Значит Эта Штука Равняется Ар Минимум Ар Минимум Я просто Пишу Здесь Вот Эта Вот Сумма С И Ж И И Ж И И Ж От Одного До Н Плюс Пишу Какой-то Л Сумма И И Ж И Логарифм Логарифм И И И Ж Поделив На И Ж К Вот Что Тут У Меня Происходит Житая От Одного До Н Вот Я Применяю Профессимальный Метод Потому Что Сейчас На Случай Концепция Матрили Все Работает Но Вот Эти Ограничения Транс Еще Не Отрицательны Сюда Добавляется И Житая Не Отрицательна Вот Все Это Я Сюда И Добавляю Значит Оказывается Что Существует Метод Который Решает Вот Эту Самую Задачу Но С Энтропийной Регуляризацией Метод Называется Синхорн Метод Синхорна Точнее Это Даже Целая История Блансировка Метод Брегмана Шельеховского Ну Вот Синхорн Был Одним Из Последних Кто В Этому Ряду Называется Синхорн Метод Он Строит Двойственную Задачу И Решает Двойственную Задачу Там Есть Две Группы Двойственных Метод Вот К этим Ограничениям И К этим И Двойственную Задачу Можно Явно Отрешать По Этим Переменам При Замороженных Вот Этих И Наоборот И Двойственная Задача Решается Метом Альтернативных Направлений То Сначала Морозятся Одни Перемены Мы Оптимизируем По Другим Потом Наоборот И Так Чередуется Туда Сюда Туда Сюда Вот Так Она Решает И Сложность Решения Этой Задачи Если Брать Арифметические Операции Она Будет Такая Значит N Пишется Минимум Из Двух Оценок Значит N В Квадрате Это Арифметических Операций Дальше Ну Н В Квадрате Вообще Можно Вынести Вот Сюда Н В Квадрате Умножить На Значит Здесь Будет L На Эпсилон Оз Волной Тут Как бы Некоторые Константы Единица Минимум Из Двух Выражений И Здесь Значит Стоит Экспонента Оз Волной Это значит Что с Точностью До Логарифм В том Числе По Желаемой Точности И Здесь Значит Будет Стоять Вот Такое Выражение Экспонента Значит Некоторая С На Л С На Л Вот Значит Хорошо Вот Это Просто Такая Оценка Сложности Значит Какая Разница Если Мы Решаем Исходную Задачу Как Линейного Программирования У нас Получается Сложность Н в кубе У нас Получается Ну Повторю Оз Волной Это Логарифм В том Числе По Эпсилон То есть Я Логарифм Сейчас Не Учитываю Здесь Тоже Есть Вся В синхроне Появляется Вот Такая Штука Да Это И Другая Задача То есть Получается Что Просто Синхрон В принципе В принципе Можно Применять Вообще Без Всяких Проксимальных Оболочек И Тогда Тогда Мы Что Знаем Тогда Нам Надо Просто Брать Л Равняется Эпсилон Делить На 2 Или На 4 Логарифм Мален Это Оценка Вот Этой Штуки Если Стартовать Из Центра Симплекса То есть Если Брать Просто Х0 Затравочную Штуку Центр Симплекса В общем Получается Вот Такой И И Тогда Будет Апроксимация Задач Вспомните Регуляризацию Я на Прошлых Лекциях Про Это То есть Мне Нужно Чтобы Если Нет Никакой Проксимальной Оболочки Мне Нужно Чтобы Вот Эта Задача Апроксимировала Исходную Задачу То есть Решив Эту Задачу Найдя Эпсилон Пополам Решение Вот Этой Задачей Я Буду Быть Уверен Что Я С Точностью Эпсилон Решил Исходную Для Этого Мне Надо Л Выбрать Вот Так Если Я Л Выбрал Вот Так Ну И Тут Как бы Правильно Писать 2 Н В Квадрате Вот Н В Квадрате Это Число Ну И Это Н Квадрате Вылезает Вот Сюда В Четверт Ну То Есть Двойка Уже Была Это Все В Знаменателе Значит Если Эпсилон Выбираю Вот Так Если Н Выбираю Вот Так Тогда У Есть Аппроксимация Задач Но Тогда Получается Что Сюда Я Должен Поставить Оценку О Большое С Волной Н В Квадрате На Эпсилон Квадрате Вот Это То Как Сходится Синхрон Это На Данный Момент Оптимальная Оценка Вот Как Сходится Синхрон Ну Что Мы Улучшили Мы Н В Кубе Побороли Но Сделали Н В Квадрате Эпсилон В Квадрате То За счет Эпсилона Мы Побороли Одну Н Ну Так Себе Достижение Побороли Как Побороли Что Эпсилон С Квадратом А Хочется Больше Хочется Как Лучше Сделать С Другой Стороны Ясно Что Вот Этот Режим Он Не Наш Потому Что Ц Достаточно Большое Некая Константа А Если Мы Сюда Поставляем Эпсилон У Нас Возникает Экспонента Некая Константа Делить На Эпсилон Извините Это Вообще Экспоненциальный Рост Поэтому Явно Что Тут Работает Вот Эта Оценка И Все Плохо Все Плохо В том Смысле Что Мы Как Бо Побороли Но Необходимость Брать Маленькое Эль Порождает Другую Проблему Мы Побороли Проблему С Размерностью Но Стала Остра Проблема Высоких Точностей Мы Не Можем Точно Решать Задачу Вот Что Сделает Проксимальный Синхрон Смотрите Давайте В Проксимальный Синхрон Выберем Эль Таким Образом Чтобы Вот Этот Режим Работал То Чтобы Эль Было Порядка С Кто Нам Мешает Никто Выберем Эль Порядка С Но Мы Не Знаем Где Заранее С Но Мы Можем Это Делать Таким Образом Мы Можем Взять График И Стартовать С Большого Эль Вот Эль Большое И Решаем Задачу Вот Эту С Большим Эль Но Ясно Что Если Большое Мгновение Решается То Сложность Этой Задачи По сути Большой Атент Квадрат И Мы Будем Эль Постепенно Постепенно Сокращаем Два Раза И Из Этой Формулы Понятно Что Существует Какой То Порог Когда Эта Оценка Переходит Вот В Эту То Начинается Резкий Рост Так Оно И Правда Есть Вот В Этом Синхорне И Мы Этот Момент Можем Детектировать Просто Последовательно Решая Вот Эту Задачу Зачем То Много Раз Мы Решили С Большим Эль А Потом Понижая И Каждый Раз Мы Можем Отслеживать Насколько Сложнее Решить Задачу В Какой То Момент Когда Мы Понимаем Что Критически Резко Возросло Мы Говорим Что Все Вот Эт Эль Мы Фиксируем И Эт Эль Мы Выбираем То Это Можно Адаптивно Сделать Процедуру Подбора Этого 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 Эта Адаптивно Сделается Один Раз На Первой Итерации Потом С ней Будем Гонять То Мы Детектировали Момент Перехода Когда Сложность Определяется Вот Этой Оценкой Сложность Решение Вспомогать На Задач В Момент Когда Начинает Определяться Вот Эта Оценка Мы Этой Определили Что Дальше А Дальше Нам Надо Понять Что Как Этот Метод Сходится А У Нас Есть Оценка Как Он Сходится Посмотрите Вот Это Р Квадрат Это И Есть Логарифм 4 2 Логарифм n То Р Квадрат Равняется 2 Логарифм n Потому Что Это Есть Прокс v Это Есть v От x x k Вот Что Это Такое И Нам Надо Взять Просто От Точки Старта Максимально То Это Внешняя Итерация x Это Максимальное Значение Будет Логарифм И Значит n У нас Здесь А Мы Сами Подбираем У Нас Получается Скорость Сходимости Смотрите Как Н Некая n Логарифм n Ну Чтобы Обеспечить x Нам Нужно Число Итераций Взять Пропорционально L С точностью До Логарифма О С Волной Значит Надо Взять L Делить На Эпс Это Сколько Надо Сделать Итераций Но Самое Важное Стоимость Каждой Итерации Теперь Будет Вот Это Порядка О С Волной От Единицы То Вот Таких Итераций Надо Сделать Соответственно Сложность Каждой Такой Итерации Будет Освалной От Н В Квадрате Потому Что Получается Получается Что Суммарно Мы Сделаем Количество Арифметических Операций Вот Это Стоимость Одной Итерации Проксимального Метода Это Число Шагов Проксимального Метода Таким Образум Мы Получим Что Суммарно Количество Арифметических Операций Будет Ну Н В Квадрате Л На Эпсилон Если Это Л Которое С В наших Обозначениях Не Очень Большое То 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 Структура Структура Связана Со Спецификой Вот Этих Ограничений Они Транспортные То 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 Это Такой Матрица Унемодулярная То 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 Транспортные так вот решить эффективно и это действительно работает. Этим занимаются в том числе школьники. В Сириусе в этом году школьники сравнивали эти методы разные. Они убедились, что Симхон заметно проигрывает на самом деле на практике вот такому подходу. Вот подход в рамках модели можно предложить, то есть вполне себе передний край науки. Вообще это обычная просто отдельная философия, вот эти максимальные методы. Мы же на них посмотрели в рамках того, что у нас как-то все это вложится в концепцию модели функции. Да, но в действительности, к сожалению, тут есть сложности в плане ускорения. И если говорить об ускоренных максимальных методах, то меньше здесь говорить просто про ускоренные, то тут все сложнее. То есть тут не получается буквально ускорить. Проксимальный метод. Точнее формально можно предложить, но проблема будет в том, что здесь будет стоять коэффициент альфа К, если помните, и он будет расти с ростом К. И обусловленность этой задачи вспомогает, но она будет портиться. И поэтому там на максимальный метод смотрит как на Моро Энгелоп, то есть вводит, так сказать, такую сглаженную версию функции. Я про это расскажу, но попозже. То есть мне как бы важно сейчас анонсировать, что ближе к концу курса, буквально через там день, может быть пятницу, я, возможно, останется время, вернусь к этому и поясню, что на самом деле это тоже очень важно, но можно независимо. Точнее как бы можно в этой концепции модели, но там надо как бы некоторые дополнительные аргументы привести и избавиться от неевклидовости, к сожалению. Вот мы теряем неевклидовость при обобщении, при переносе на ускоренные методы. Сейчас я попробую пояснить вообще, что тут у меня такое прямодвойственность. Вот, фактически, если посмотреть на те выкладки, которые мы делали, значит, в частности вот для градиентного метода, я возьму просто градиентный метод, градиентный метод. Вот, по ходу рассуждения мы на самом деле получили вот такой результат, что, значит, сейчас, f от x с чертой, f от x с чертой n минус, минус, вот такая вот, вот так, минус f от x с гвездой, но это все мы мажорировали сверху. f от x с чертой n минус, и вот тут была такая вот запись, единица на n, значит, сумма, сумма, k от 0 до n минус 1, значит, f от x к плюс скалярное произведение f от x к, да, x со звездой минус x к, вот. Вот, ну и вот на этом была получена там оценка, что это меньше, чем ε. Вот, если n, если n, там есть вот n в квадрате на 2, на, 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 на епсил, на 2 епсил, по-моему, вот так. То есть, если мы возьмем достаточно большое количество шагов, вот, можно получить такое вот условие. Но, было очень важно заметить, что здесь, как бы сказать, на самом деле, вот это епсил, оно было, оно определялось вот таким образом. Оно было вот так задано, меньше либо равняется. и расстояние от этого x со звездой минус x0 в квадрате 2 норма, ну, евклида в случае рассматриваем, на n. То есть, ну, я сейчас буду это опускать. Вот, вот как было записано. То есть, мы получили вот такое соотношение. В действительности, в действительности, то, что x со звездой выбиралось вот так, как оно выбиралось, обращал внимание, что это можно выбирать по-разному. Это было сделано для чего? Для того, чтобы действительно в самой левой части, вот уже здесь, получать интересующую нас оценку. Ну, именно оценку на вот эту разность. Но, с другой стороны, а никто же нам не мешает вот здесь просто стереть x со звездой, выкладки останутся теми же самыми, и формула останется верной. То есть, эта формула останется верной. И давайте этот x возьмем таким образом, чтобы он, значит, что делал? Чтобы он минимизировал вот это выражение. Вот мы рассматриваем задачу f от x, минимум, значит, при x принадлежащем у. Чтобы он минимизировал вот это выражение, сейчас я это перепишу. f от i и исчеркну xn. И вот здесь было так, минус, минимум, по x принадлежащим. Вот сейчас я напишу, по какому множеству? По множеству brq. Давайте так, brq от r. Что такое brq от r? Это множество таких x принадлежащих q. Таких что? Но надо еще написать какую-то привязку к точке x0. Вот. Значит, получается так. Таких что? Расстояние от точки старта до решения, значит, вот так я напишу. x0 минус x меньше либо равняется r. Зачем я это все написал? Дело в том, что я заведомо знаю, что у меня r это просто по определению x0 минус x со звездой. То есть я гарантированно имею, что настоящее решение, ну как бы настоящее решение, которое вот здесь может появиться, оно заведомо, то есть x со звездой лежит в этом множестве. Это я точно знаю. То есть если что, я как бы могу быть уверенным, что x со звездой в этом множестве лежит. Но мне вот хочется почему-то брать не, ну как сказать, брать, значит, множество вот такое, которое я написал. И в таком случае, если я вот так сделаю, то мне можно, значит, тогда здесь надо писать просто-напросто, ну худший случай, поскольку x здесь выбирается, ну непонятно какой, но худший из этого множества, худший с точки зрения этой оценки. Но тогда здесь я должен написать r в квадрате. Ну вот оказывается, что если я возьму удвоенный радиус, то это, ну как бы, ну то же самое. То есть я могу взять удвоенный радиус. Вопрос только зачем? Зачем мне удвоенный радиус? Ну вот допустим, что я поставлю здесь x такой, что он будет минимизировать вот это выражение на вот это множество. Тогда здесь я просто должен, буду поставить оценку, значит, 4r в квадрате. Вот я здесь должен поставить оценку 4r в квадрате. Где это вот это? Вот. И вот это будет такая верная оценка. То есть это просто как вот следствие тех рассуждений, что мы проводили. f от x черту n минус f от x со звездой заведомо будет меньше, чем f от x черту n минус, значит, минимум. Ну, единицы я не могу вынести, это ничего, минимум. По вот такому шару, вот удвоенного радиуса с центром в точке x0, значит, как бы с пересечением с множеством удвоенного радиуса, вот от таких штук. Значит, сумма k от 0 до n минус 1. Вот зачем-то я так сделал. Но идея заключается в том, что вот сделав так, вот на это я имею оценку. Вот на этом выражении я имею оценку. Оценка выглядит вот таким вот образом, что это меньше не бы равняется 4r в квадрате на r. То же самое можно сделать для ускоренного метода. Но дальше используется просто специфика того, что у нас такое за задача рассматривается. Если у нас f от x имеет какую-то явную структуру, например, максимум по y, этого как раз вылезает, если у нас строится двойственная задача, b минус ax минус phi от y, где phi от y, значит, это выпуклая функция. Вот такое представление у нас есть. Тут даже я могу взять какое-то множество q слоной. То тогда градиент f от x по формуле Демьянова-Данскина равняется, значит, чему? Равняется а трансформированное на y от x. Вот. Сейчас. Нет, я неправильно написал. Тут x от b минус a y, и b от x равняется b минус a y от x. Вот. И, значит, если я это подставлю, если я это подставлю, y от x это решение данной задачи. Если я это подставлю в то выражение, я смогу оценить, вот сейчас это, собственно, и будет сделано на следующей лекции, я смогу оценить вот это вот выражение снизу, вот это все, значение двойственной функции. То есть я, по сути, получу как следствие, вот как бы вывод какой будет, я, по сути, получу такое выражение, f от x с чертой n, будет потом специальное выражение y с чертой n, определяться x чертой n, меньше либо равняется 4 r в квадрате на n. Это первое. И второе, что я получу, b минус a, значит, здесь будет стоять также y с чертой n, тоже будет меньше либо равняться, тут 4 r на n. То есть я, как бы, имея двойственную задачу, вот эту вот, f от y минимизировать при ограничении a y равняется b, ну и при дополнительном ограничении, раз у меня тут стоит q, y на эту житку сломает. Я могу, как бы, что сделать? Есть предположение, что это в моих силах, что я действительно обладаю вот этой такой спецификой. Если я могу построить двойственную задачу, вот что такое двойственную задачу, я могу посчитать вот это выражение. То есть мне сложно решить эту задачу, потому что есть аграфинные ограничения. Но если я их занесу в функционал, то вот эта задача становится простой. Обычно это связано с тем, что это сепарабельный функционал, то есть это просто есть сумма фи-ката, y-ката. То есть она расщепляется по компонентам. И тогда эта задача становится сепарабельной, это тоже сепарабельное ограничение, она явно решается. И вот как бы основное предположение, что у нас есть y от x, что связь прямых и двойственных переменах у нас есть, аналитическая. И сама есть, что у нас есть связь прямой и двойственной задачи. И идея заключается в том, чтобы задачу со сложными ограничениями, которые не так просто проектироваться. Q просто, а вот это не просто. А y равняется b, это афильное ограничение, если их много, это сложно. То есть их нельзя считать простыми. Мы как бы решаем вот эту задачу, вот эту задачу, таким образом, что мы строим к ней двойственную. Мы заменяем и решаем вот эту задачу. Мы заменяем исходную задачу вот на такую. Считай, что мы можем это сделать. Потому что это как бы несложно. Ну, за счет сепарабельной, допустим, структуры. И вот эту задачу мы решаем градиентным спуском. Но чтобы потом восстановить решение исходной задачи, нам нужно какое-то свойство от метода. Вот то, что метод сходится не абы как, а вот с ним можно проделать такую вот вещь, это называется прямодвойственная. И на самом деле почти все разумные методы, они прямодвойственные. То есть здесь просто как бы это всегда. И вот из этого свойства мы получаем такую полезную опцию, что если у нас x черта n есть единица на n сумма x каток, то аналогичным образом мы можем восстановить решение вот этой вот задачи, значит, исходной. вот таким образом единица на n сумма x от y, y от x, y от x каток, k от 0 до n минус 1. Вот, собственно... Ну, а вот эта штука, вот эта штука, она оценивает качество решения двойственной задачи φ от yn минус φ со звездой. То есть вот этот зазор двойственности, он позволяет контролировать, позволяет контролировать невязку прямой задачи. То есть мы решаем прямую задачу и эту исходную, контролируя вот эту невязку по функции, но при этом допускается, что чуть-чуть могут быть нарушены ограничения. Вот они как... То есть, заметьте, порядки скорости исходимости те же самые. Ну, впрочем, я тут мог набрать, вот, собственно, мы это и попробуем понять, если будет интерес, мы у тебя что-то другое будем рассказывать. То, что в действительности у нас порядки скорости исходимости определяются, ну, как, так сказать, исходные задачи. То есть мы что решаем задачу прямую, что прямотвойственной и ту и другую. В общем, это с точностью там, да, коэффициентика небольшого меняется. Но еще раз, ведь фактически речь идет о том, что решая только одну задачу, у нас есть возможность получать разумное решение с такой же точностью и исходной задачей, ну, прямой, если это двойственная. Вот, вот это как бы и есть прямотвойственность. То есть способ двух зайцев убивать, решая только одну из задач, по последовательности генерируемым методом строить последовательность уже в сопряженном пространстве, в нашем случае в прямом, для которой, вот, справедливы такие оценки. Ну, собственно, это и есть прямотвойственность. Я могу тоже самое сделать с быстрым градиентным методом. И это общий способ борьбы с всякими ограничениями, которые есть в непростой структуре. Способ борьбы с ними – заносить функционал, строить двойственную. А двойственная задача за счет того, что это занесли, уже она безусловная оптимизация. Вот и все. И, как бы, вот такая вот философия. Ну, разумеется, здесь также можно исходить из концепции модели, функции или что же такое, но это уже, как бы, не будем сейчас делать. Значит, с вами уже по времени точно все. Субтитры создавал DimaTorzok